всем привет мои хорошие это канал о вышивке рукоделий shiny brush зовут меня ольга и сегодня расскажу почему я отказалась ходить на выставке вообще на ближайшее время возможно еще соскучусь и пойду но сейчас какие минусы и за три с половиной года которые посещала выставки я взял для себя определенные выводы впервые я пошла на выставку еще около трех с половиной лет назад это наверно было двадцатый год до 20 21 год тогда еще выставки ремесленников настолько появлялись только начинались проходили они в торговых центрах сейчас они уже были только по выходным сейчас почти на постоянной основе раньше так как праздником были приурочены сегодня я нахожусь на выставке торговом центре и хочу поделиться с вами как же выглядит рабочее место а вот как это все происходит я вам сейчас покажу вот покажу смотрите сколько здесь столов здесь примерно 30 чем-то столов становится в несколько рядов очень удобное расположение дает на самых удобных выставочных позиций за все время есть стулья проходы и со всех сторон можно тебя обойти посмотреть стенд очень комфортно и стал и примерно по размеру метр на 80 когда вы пойдете на выставку вы уточняете размер стала это тоже немаловажно для вашего оборудования даже для скатерти которую нужно будет купить по размеру подлиннее вот такие вот у меня стенды вы видите располагаю материал в цветовой гамме так удобнее покупателям смотреть и выбирать что нужно здесь у меня такое вот оборудование новое себе купила для сережек чтобы все помещалось и вот на столе я выложила чокеры то есть такой вот ассортимент немножечко расширила не только броши делаю вот так вот рядышком располагается стол другого мастера и вот мы находимся в центре на этаже прям на выходе из лифтов люди могут посмотреть нашу локацию таких 4 ряда идет это одна из самых удобных мест есть места где вообще один на один столики стоят вот конечно же я тоже хотела попасть на такую выставку и я долго собиралась и наверное около года собиралась и хотел рискнуть и пойти на эту выставку мне казалось что мне недостаточно ассортимента что не достаточно опыта что это как и так хороша как мастер всегда есть сомнения что много всего нужно чтобы туда попасть на ср oper鹿 про скажу по пунктам что вам нужно что попасть на выставку первое вам нужно конечно же быть зарегистрированным. Я зарегистрирована как ремесленник. В вашей стране, может, какие-то другие условия зарегистрированным быть. Второе. Вам нужны материалы, ассортимент. Хороший ассортимент украшений. Про ассортимент я еще расскажу для выставки. Третье. Вам нужно оборудование, где вы будете выставлять ваш товар. Четвертое. Вам нужно зеркало, чтобы можно было примерять украшения и так далее. Пятое. Вам нужен свет, продумать освещение. У меня, например, большая кольцевая лампа. Огромная и еще дополнительные элементы света на батарейках на стол я ставлю. Шестое. Мы должны подготовить упаковку, в которую вы будете упаковывать. Это может быть фронтированная упаковка, либо обычная. Коробочки, пакетики. Это все предусмотрите заранее. Открыточки какие-то, может быть, конфетки внутрь положить. Все, как вы делаете. Седьмой пункт. Вам нужно подготовить визитки, либо сделать какой-то QR-код, потому что так вы привлекаете людей, вы делаете себе рекламу. Для начала я не ходила для того, чтобы про меня больше узнала людей. Хотелось рассказать про свой товар, про свой бренд, и поэтому я посещала выставки ради этого и делала много визитов. Мой пункт. Вам нужна скатерть, на которой вы будете все располагать, на которой вы будете накрывать стол. Всем привет! Я сейчас нахожусь на выставке БелЭкспо. Все, кто хочет посмотреть мои украшения. Их очень много. Смотря каком вы месте выступаете, выставляетесь, вам возможно понадобится какой-то баннер, либо реклама ваша. Часто сзади вешают продумать, как вы будете оформлять свой стенд. Смотря какая выставка, где-то нужно прямо декор с цветами и так далее. И на девятом пункте можно назвать рекламу, то есть нужно прорекламировать желательно в социальных сетях то, что вы будете на этой выставке. Потому что неизвестно, как там пойдет дело, а реклама через социальные сети всегда даст хороший толчок и к вам придут люди. Хотя бы те, которые на вас подписаны и хотели посмотреть ваши украшения. Это такие основные пункты для участия. А потом все, конечно, зависит уже от вас. Вы должны подготовить ассортимент. Ассортимент я, исходя из 3,5 лет, сейчас я уже готовлю как. Я делаю ассортимент броши в разный ценовой диапазон, чтобы вкладывался. То есть это и недорогие украшения, и раньше у меня был, например, средний диапазон цен, когда через соцсети все это продавала. Ну, а сейчас, когда стала посещать, я поняла, что например, приходит мама с дочкой, какой-нибудь малышкой, или бабушка с внучкой. Бабушка покупает, внучке тоже хочется, что-то дорогое не купит, что-то такое миниатюрное, маленькое для девочки. То есть я всегда подбираю, чтобы подготавливаю, чтобы было не обидно малышкам, любительницам украшений. Броши, мелкие броши, дешевле брошечки, подороже брошечки. То же самое я стала изменила ассортимент, стала делать еще дополнительные украшения. Это чокеры, которые востребованы, а это серьги, кольца, обручи. То, что найдет, идет, на что идет спрос, я стала тоже делать, потому что иногда проходит день, и у тебя не могут, могут не приобрести ни одной броши. Поэтому нужно выходить из ситуации, и я дополнительно делаю вот такие вот серьги, сейчас банты модно, сердечки, вышитая брошь, уже есть мастер-класс, вернее, видео по этим брошь, серьгам. Есть сборные разные серьги в разных трендах, из бисера, даже обручи уже летние к лету. К весне я сделала обручи, плавные уборы, добавила разных серьег, как и сборка, и с жемчугом, вышитая разного плана, чокеры с жемчугом, потому что жемчуг всегда спрашивают классические чокеры, серьги и с жемчугом, и просто вы видите разные факторы, и вышитые серьги, и колечки вот появились у меня, такие вот сережечки тоже про них уже указывают. Купить арендное место, купить стоимость, материалы, время затраченное хочется, и поэтому приходится вот на такие вот выставки делать все-таки ассортимент, исходя из того, что хотят. Почему я хочу отказаться, отказалась от выставок? Каждая выставка, каждый торговый центр, в котором проходит, отличается, по наполнению, по клиентам, по людям, которые туда посещают. Зависит все от направленности этого торгового центра, от района, от людей, которые посещают, молодежь или более старшее поколение. Что в этом центре предоставлено, например, это все от этого зависит. Какая реклама о выставке? И поэтому здесь уже вот тот факт, что ты должен подстраиваться под потребности. Так ты и делаешь в соцсетях, но за эти три с половиной года я хожу и подстраиваюсь под одну ярмарку, под другую ярмарку. Я забыла о том, что я должна развиваться как мастер. Я должна придумывать для себя в первую очередь. Мне не то, что должна, хочется придумывать новые модели, какие-то новые дизайны, постигать новые форматы, возможно, новые техники, смешивать. Мне сейчас этого очень нужно. Но когда вы готовитесь к выставкам, вы готовитесь месяц, чтобы навышивать все, что нужно подготовить. Вы расширяете ассортимент, как я перешла на серьги, чокеры, на материалы, чтобы можно было продавать. То есть нужно подстраиваться, понимать эту нишу. Идет затраты на упаковку, на брендирование, на оформление, витрин, столов. Это все затраты. Оборудование, закупка – это тоже затраты. И по итогу, например, я поняла, что я трачу. Да, это реклама, но рекламу мне легче запускать, например, через социальные сети. Я люблю общение, это энергообмен, это творческие люди, но из выгоды, из экономической, по заработку я зарабатываю, конечно, на выставках, но такое количество затрат, времени, то, что я могла потратить на реализацию своих каких-то идей, и потом с удовольствием, например, из дома продать, через соцсети какие-то продать, уходило время. И я потеряла целые годы на то, что я гналась за модой, потому что если вы делаете, ходите, посещаете, вы должны следить за трендами, за модой, за спросом. И я бежала за этой модой, за всем, за спросом людей, чтобы угодить каждому клиенту, каждому возрастному слою клиентов. И я потеряла, начала терять себя как мастер, начала терять время. И сейчас меня это остановило, я это осознала, и потом взяла такую передышку. Единственное, что есть такие выставки, у нас есть национальная, республиканская выставка, там собираются разные мастера, туда уже целенаправленно идут люди, которые знают, знакомы с ручной работой, они знают, куда идут, они идут вдохновиться, пообщаться. Это крутейшая атмосфера, такие выставки я ходила, и буду ходить, безумно там приятно находиться, даже если иногда там нет крупных каких-то продаж, но все равно это просто приятно, эмоциональное наслаждение получаешь, когда там находишься. Там сложнее попасть, туда нужно оформлять витрины, полностью свой бокс, и другое все. Но такие выставки, конечно же, я буду посещать, но она у нас атака одна. А выставки, которые в торговых центрах, я отказалась. Если эти выставки на улице, тоже призадумайтесь, ваш товар подходит для улицы, не испортит ли его ветер, можно ли ваш товар выставлять при жаркой погоде, потому что когда вы оплачиваете, например, место, вы оплачиваете за месяц, вы не знаете, какие будут погодные условия, не сможете подстроиться. Выставочные места в основном без стентов. И вот это все нужно предугадать, поэтому всегда нужно думать, запасной какой-то план B, что будете делать, если, например, изменится погодные условия. И я, например, летом не хожу на выставки, на улицу, и тоже нужно смотреть, например, какой ваш товар. Например, у меня высокий ценник, я считаю, для улицы. Если я выстраиваю бренд, я вкладываю очень много материала, в саму работу, я делаю, например, брошь, там, 8, 10, 12, 14 часов. Я ее не делаю полчаса, 20 минут, как некоторые изделия делаются. И я не могу взять низкий ценник. И с таким ценником просто не будут относиться все-таки к ремесленникам у нас, пока что к выставкам таким относятся, уличным, как к чему-то дешевому. Вот ты идешь, что-то по дорожке купил, как что-то маленькое, миниатюрное, недорогое, такое отношение. Поэтому, если я буду стоять под деревом с дорогими брошями, то в пиджаке, например, так вся нарядная, с перьями, это будет даже смешно немножко выглядеть. Поэтому все должно быть в своем месте, под свою среду. То есть, вот на это тоже обращайте внимание. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как ваши проходят выставки, ходили ли вы на такие бы, есть ли у вас в городах, насколько это развито, какое отношение к мастерам. Это все очень интересно почитать. Надеюсь, вам было интересно послушать такое маленькое видео. Маленькое, но немножко полезное видео. и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok